Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика в студии Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Красивая природа, богатая история, добрые традиции. Развитие внутреннего и въездного туризма обсудили сегодня в Казани на заседании Совета ПФО. Чистая вода в Парецком меняют водопроводные трубы. Дважды два. Помнят ли чебоксарцы таблицу умножения? Регионы Приволжского федерального округа должны становиться все более привлекательными для гостей. Развитие внутреннего и въездного туризма – ключевая тема прошедшего в Казани заседания Совета при полномочном представителе президента России. Регионы округа всегда рады гостям. За последние годы туристический поток в субъекты ПФО значительно вырос, но и потенциал еще большой. Как его реализовать обсуждали в расширенном составе. Очередное заседание Совета прошло в Казанской ратуши. Развитие туризма в числе приоритетов. От этой сферы зависит и рост экономики. Только в прошлом году регионы округа посетили порядка 15 миллионов гостей. А это доходы перевозчиков, гостиницы и объектов общепита. В итоге от растущего турпотока в бюджеты субъектов Приволжья поступило более 590 миллионов налогов. Рекордная сумма. Изменен подход к управлению сферой туризма. Полномочия по выработке государственной политики в данной отрасли переданы в Минэкономразвитие России. В конце сентября текущего года утверждена стратегия развития туризма Российской Федерации на период до 2035 года. Перед властями субъектов стоят масштабные задачи. В Ростуризме для регионов разработана целевая программа. Нам нужен целый ряд системных мер для перезагрузки отрасли. Поэтому ответ на ваш вопрос, да, развивается. Достаточными ли темпами? Нет, конечно. Чтобы развивать туризм необходима инфраструктура. Хорошие дороги, гостиницы, интересные объекты. Рост спроса на экскурсионные поездки в глубинку дал толчок производству новых моделей автобусов. Такие, к примеру, выпускают в Ульяновской области. Максимальная говидия сумма сколько получается? 58 в этой модели. 58? 54. То есть по заказу заказчики? Да, 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 конечно. А вот специальные модификации внедорожников для экстремальных туров. На правах принимающей стороны за руль машины сел и глава Татарстана Рустам Мениханов. Глава Чувашии отметил, что регионам, расположенным на Волге, и туризм необходимо развивать совместно. Более 60 тысяч гостей в прошлом году в республику приехали по круизным путевкам на теплоходах. По прошлому году рост составляет посещение туристов Чувашской республики на уровне 5%. Это тоже неплохо. По прошлому году мы приняли более 400 теплоходов. Здесь тоже рост идет. В рамках федеральной программы в республике создают рекреационный кластер Чувашия «Сердце Волги». На реализацию проекта заложено порядка двух миллиардов рублей. Также в регионе развивается медицинский и событийный туризм. Хотим дальше, чтобы мы развивали промышленный туризм, касаясь уже федерального проекта оздоровления Волги. Поэтому надо найти еще предпринимателей, инвесторов. За последние годы в регионах округа выросло количество туристических компаний. Возведены новые гостиницы, базы отдыха. В числе приоритетных задач подготовка квалифицированных специалистов, улучшение сервиса, строительство современных круизных судов. Стоимость строительства новых круизных и пригородных судов в России составляет от 100 миллионов до 2,5 миллиарда рублей. Необходимо рассмотреть возможность увеличения размера судового утилизационного гранта. Красивая природа, богатая история, традиции регионов. Все это потенциал для развития туризма. Чтобы устранить существующие барьеры, члены Совета ПФО предлагают ввести поправки в федеральный закон. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Казани. На реализацию указа главы республики о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской республики в 2020 году планируется направить порядка 3,5 миллиардов рублей. По-прежнему в приоритете создание комфортных условий проживания на селе. Одна из острых проблем – чистая вода. Для жителей села Чутеева Янтиковского района эта проблема не один год была на первом месте. А в 2018 году поломка водонапорной башни и вовсе могла оставить сельчан без воды. Общая сметная стоимость замены водонапорной башни составила более 886 тысяч рублей. Сумма для сельчан неподъемная. На помощь пришла программа инициативного бюджетирования. Благодаря участию в ней уже в сентябре этого года новую водонапорную башню удалось ввести в эксплуатацию. 80% стоимости было инвестировано государством. Оставшуюся сумму собрали общими усилиями. Потребность водонапорной башни была у нас очень первоочередная проблема. Потому что основная масса людей питается от данной водобашни. Теперь вода есть в каждом доме. И ее можно не экономить. Но в этом году, после того, как сделали водонапорную башню, у нас теперь без перебоев подается вода. Мы этому очень рады. Со следующего года финансирование подобных проектов станет возможным в рамках указа главы. На сегодняшний день для хозяйственно-питьевого водоснабжения в республике используется почти 1400 водонапорных башен. 52% из них нуждаются в капитальном ремонте. На эти цели в 2020 году из бюджета планируется выделить 200 миллионов рублей. А конкретно в Янтиковском районе хотят заменить 12 башен. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. Чистая вода должна прийти и в Порецкое. Сейчас в селе по федеральной программе меняют водопроводные трубы. Вот так у нас вода идет. Второй этаж. Не постираться. Это вот максимум. Вот это максимум, да. И посуду также. И так же можно. Иногда, знаете, на мылю полоскать нечего. Все стоит. На одной улице не хватает напора, на другой из кранов течет ржавая вода. Такую ситуацию мы застали в Порецком в июле этого года. Причин несколько. Первое. В местной воде изначально в 40 раз превышено содержание железа. Чтобы решить эту проблему, построили станцию обезжелезивания. Теперь вода, которая уходит потребителям со станции, соответствует нормам. И тут возникает вторая проблема. После очистки она попадает в старые трубы, которые не меняли больше 40 лет. В итоге зачастую жители получают мутную воду с ржавчиной. Приходится очищать самим. Ну, на сколько фильтров хватает? Да ну. Ненадолго. Сейчас? Нет, мне тут 80 рублей стоит. Проблемы сейчас не будет. На месяц не хватает? Нет, нет. В ближайшее время здесь решат и эту проблему. По федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Экология» в селе меняют водопроводные трубы. В общей сложности 27 километров. Начали работу в этом году, подрядчик выиграл в этом году, конкурс был проведен. В августе он приступил к работе. Работы рассчитаны на два года. 13, то есть 16 километров с половиной в этом году, оставшиеся в следующем году. Помимо Порецкого работы по программе «Сейчас идут в Чебоксарах», началось строительство водопровода в деревню Чандрово. На очереди другие населенные пункты. В целом нам на республику в ближайшие 6 лет планируется выделить более 2 миллиардов 200 миллионов рублей средств федерального бюджета. Мы планируем построить более 370 километров водопроводных сетей в республике. Также эти водопроводные сети все-таки будут оснащаться станциями водоподготовки, которые будут обеспечивать очистку подземных гументов до нормативного состояния. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика. Строительство эстакады к Сурскому мосту в Ядринском районе вступило в новую фазу. Дорожники укладывают первый слой асфальта. Стройка в этом месте идет уже много лет. Сначала здесь создали насыпь, но ее постепенно размыло. Проектное решение для оползневой местности оказалось не совсем верным. Тогда решили строить эстакаду. С августа прошлого года массостроители возвели 24 опорные стены и уложили 184 балок пролетного строения. Вместо обычного дорожного полотна здесь укладывают литой асфальт. Сейчас дорожники создают его нижний слой. Параллельно красят металлические пролеты, укрепляют конусы, проводят гидроизоляцию. Для безопасности дорожного движения будут выполнены работы по устройству барьерного ограждения, устройству освещения, монтируется система видеонаблюдения. В зимний период у нас заработает антигололедная система. Это очень умная система, в покрытии вмонтированы форсунки, из которых под давлением в зимний период на проезжую часть выпрыскивается реагент для борьбы с зимней сколькостью. Система очень умная, она может работать как в автономном режиме, так и в механическом. Длина эстакады почти 800 метров. Работы ведутся круглосуточно, 40 человек днем, 30 ночью. Все сложные процессы мы уже прошли. Устройство барьерных сваев в активных оплазнях, в процессах, где у нас включался этот оплазня участок был. Также монтаж балок, железобетонных балок длиной 33 метра, в достаточно узких условиях. Слева дорога, справа оплазни тоже склон. Стоимость объекта почти полтора миллиарда рублей. Работы идут с опережением графика. Их планируют завершить к августу 2020 года. Пока дорога будет двухполосной, через пять лет планируют построить ее близнеца. Рифат Фаткулин, Бахтиар Велиев, Республика. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Школьники из Чебоксарского района по приглашению главы республики сегодня побывали в Доме правительства. В роли гида выступил заместитель руководителя администрации главы Чуварской республики Валерий Филимонов. Самые активные и инициативные эти ребята из Вруман-Сюрктерской школы давно хотели посмотреть, как работают органы власти. Помог случай. На днях они вместе с Михаилом Игнатьевым сажали деревья в Чебоксарском районе. Тогда глава республики пригласил ребят на экскурсию в Дом правительства. Рабочие кабинеты, различные залы заседаний. Зал, где вручают государственные награды. Купол. Школьники побывали везде. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ребята с любопытством ходили по кабинетам и залам, где решаются социально важные для республики задачи. Принимаются законы. Вот кабинет главы региона, его рабочий стол. Михаил Игнатьев на окруженном совещании в Казани. Поэтому ребята оставили ему письмо, в котором поблагодарили за возможность увидеть все воочию. Не обошлись и без снимка на память. Скупола вся столица как на ладони. Отсюда открывается вид на залив, на Волгу. Очень красивый вид. Здесь все в таком элегантном стиле. Все такие деловые костюмы. Все так официально. Нам это очень понравилось и впечатлило нас. Экскурсия по зданию как отправная точка, чтобы понять, хочешь ли ты в будущем участвовать в управлении, работать в органах власти. Чтобы дети поняли, что в наше время, чтобы добиться чего-то большого, успехов, состояться как человек, прежде всего нужно учиться, стремиться получать знания, стремиться добиваться поставленных целей. И надеюсь, что для себя они сегодня большой урок извлекли. Возможно, что этот урок станет длиной в жизнь. И кто-то из этих ребят окажется на государственной службе. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. Сколько будет 7 умножить на 9? Примеры из таблицы умножения сегодня наша съемочная группа задавала на улицах столицы. Проверить знания, а заодно поинтересоваться, нужно ли это умение в век электроники, мы решили в честь Всемирного дня таблицы умножения. Автор самой первой в истории человечества таблицы умножения неизвестен. А вот создание таблицы в привычном для нас виде приписывают Пифагору. Практику заучивать ее наизусть, предположительно, в 19 веке ввел шотландский профессор математики Джон Лесли. И, по мнению специалистов, это произвело революцию в устном и письменном счете. До этого вычисление производных серьезно замедляло процесс и часто приводило к ошибкам. Как показал опрос, таблица умножения большинство чебоксарцев помнит. Что называется, даже если ночью разбудить или, в нашем случае, внезапно с камерой подойти. Сколько будет 4 на 7? 28. Так, 7 на 8? 56. Ну, типа, это как основа математики для каждого ученика. Так, 7 на 8. 56. Я думаю, в любом случае должны знать все, тем более этому учат с детства, с первого класса. Ну и для того, чтобы ориентироваться в жизни, читать элементарно, посчитать, на сколько ты в магазине купил. Расплох прям. 4 на 7, 21? Нет. Когда считаешь, как бы мозги развиваются, а когда вот дома с ребенком сидишь, вот видите, результат какой. Даже таблицу умножения не помнишь. В жизни пригождается, конечно. Ну, на рынок пошла и что-то быстро и сосчитала. То есть сразу сходу можно понять. Да, обманывают или нет. Кстати, если бы наш опрос проходил где-нибудь в Индии, скорее всего, нам бы сходу ответили даже на вопрос, сколько будет 19 умножить на 17. Там таблица умножения включает в себя числа до 20. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Завтра в Чебоксарах стартует всероссийский конкурс «Мисс и мистер студенчества России». В столицу Чувашии приедут 42 участника из всех федеральных округов страны. Чувашия ждет. Челябинск едет. Липецкая область едет. Новосибирск едет. Чувашия ждет и готовится. Уже завтра на сцену ДК ЧГУ выйдут лучшие студенты страны. Однако творческим и дефиле конкурсы не ограничатся. Студентов ждет издача ГТО и проверка интеллекта, как отмечают организаторы. Внешние данные конкурсантов не на первом плане. Как показывает время, успешными людьми становятся только те, которые обладают разносторонними способностями, в том числе знаниями, физические какие-то развитые способности в целом. И это залог успеха, наверное, для каждого студента в том числе. И они являются своего рода таким вот символом того, к чему надо стремиться другим. Чуваша принимающая сторона, потому что в прошлом году в Севастополе студентка ЧГУ Полина Яковлева завоевала главный титул конкурса. Сейчас честь нашей республики будут защищать Полина Зиновьева и Вячеслав Краснов. Все зависит от тебя. Тебе могут и родные стены помогать, и все, что угодно. Но главное, как ты вылышишься. 13-й всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта открывается завтра в Чувашском госуниверситете. Обладатели титула Мисс и Мистер Студенчества России 2019 объявят 11 октября. Это все новости на сегодня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok